много детям еды привезли здравствуйте здравствуйте добрый день здрасте добрый день подарочками можно подходит это вас трошки чусь вкусного привезли проходит да давайте давайте все дабы там трошки сладости трошки такого честь по трошки пособирал и привет як ваши дела кулачок как дела как ваши дела девчатка что вы новые корзинки делал этим занималась а я почти тут было да по моему просто раз для украшения да красота красиво умничка короче мы с ростиком играли в супер бед такая игра на телефон мы бы так бы играли в телефон но хочется домой хочется солнце увидеть я увидел что вы пришли вот хотел бы кое-что сказать да вот очень хотим вернуться все домой хотим вернуться живые хотим увидеть своих родителей родных там и так далее поэтому поэтому да ну мы уже тут все сами подружилась скоро будет и выбрать и зиму это все вместе дальше друзья это да класс какие вы дань вообще тут уже ну я с 5 марта 2 месяца 2 месяца 2 месяца и когда домой у нас будет и сколько дней уже насчитаете ну полтора месяца сегодня какой 21 апреля вот с 5 марта мы со 2 марта на работу пришли и так тут и осталось я не работник комбината мы просто прибежали после отстрела дома рассчитывали на зеленый коридор и вот застряли бомбоубежище а вы работаете а кто тут работа что тут ой аккуратно а вы тоже тут не працю не працюете на комбинате а муж вы сюда и вы тут и как мы шли так мы все семьей пришли ну как все бабушка дедушка стали за кого числа не считаете ну будем надеяться на коридоры кисть а вы тут скольки дни уже а вы тут працюете че не мы родители а 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 И наши домики были уже неприятными для житла, и поэтому мы решили перемещаться сюда, на перебивание сюда. И с 27-го мы тут уже на постоянной основе находимся. Я находлюсь на комбинате за сталью бомбосховища со своей родиной уже с 25-го лютого. Это более полтора месяца. Мы находимся здесь, и мы потребуем помощь, поскольку мы не можем находиться в эпицентре подій, и не можем выйти из них. Нам нужно, моему дитину, нужно перебиваться на мирных территориях. У нас тут много детей. Мы потребуем эвакуации из комбината Азовсталя и обважно просим, облагаем про гарантии безопасности для наших детей. У нас находится понад 15 детей, ризного века, от немовляти до детей 14-ти роков. Кожна родина переживає за життя і здоров'я своих детей в першу чергу, своїх батьків, які тут знаходяться і потребують медичного лікування, медичного забезпечення, які вже втрачають сили життєві для того, щоб вибратися звідси. Ми просимо про гарантії безпеки для наших родин, щоб ми могли вільно вийти і щоб була тиша. Бо наші діти, які вже перебувають тут, вони жодного дня не буває так тихо, щоб не стріляли. І вони не боялися навіть просто, вибачте, сходити в туалет. Бо це така потреба життєва, звичайна, людська, яку вони не можуть просто задовольнити. Про те, що ми знаходимося тут в скрутних умовах через те, що все це відбувається вже достатньо довгий час, я хочу сказати теж, оскільки жодних наших запасів, які ми принесли з собою спочатку до бомбосховища, вже не вистачає. Ми перебуваємо на грані того, що скоро в нас не буде харчування, ми не зможемо навіть прогодувати наших дітей, яким в першу чергу віддаємо те, що в нас є. Тому я дуже прошу про те, що нам необхідно виїхати на мирну територію України з комбінату Азовсталі, де ми саме перебуваємося в бомбосховищі. Дня 21 апреля 2022 року. Ми десколько днів назад вже обращались к вам з просьбою о том, щоб ви везли нас. Ми знаходимося на комбінаті Азовсталі, але нас ніхто не хоче слышати. Пожалуйста, заберіть нас от сюди. Ми хочемо видити мирне небо, ми хочемо дышати свежим воздухом. Ви просто не представляєте, що для нас зараз значить покушати. Випити сладкого чаю для нас це вже щастя. 27 февраля ушли з мамою і бабусю з дому. Після цього не бачили ні неба, ні сонця. Ви дуже хочеться відбуваться відсюду, щоб це було безпекне, щоб ніхто не пострадав, і жити в безпекці. Вибуваться на територію України, в Львов. Тому що я ушла тільки з мамою і бабусю. У мене остались братья. Один брат на момент нашого уходу був в Харкові. Усп j breeds induction перед Львів до того, якि завжperseroвалися. Уже на этот момент Харков бомбили, але було ще більше-мен acеральною. Хочеться liquOUGH ההсту, щоб безпекдуватися вже було, щоб fosse і несь так, що ми вийдем і з своєю в quelного сроку і ризу по довгоямі йдемо, тому що в неї ме почат tam походи. Хочем отсюда поскорее выбраться и спасибо военным, которые нам приходят, еду приносят. Спасибо им за поддержку. Чтобы мы отсюда вышли, увидят солнце. Потому что мы уже здесь как два месяца сидим и хочется увидеть солнце. Потому что тут включат свет, иногда и включат. А на улице, когда построят наши дома, то мы можем служить спокойно. У нас лучше победить Украину, потому что Украина это наш родной дом. Я вообще с другого цеха ЦРС. Мы сюда переехали где-то с числа 3 марта, поскольку в наш цех начали перелетать снаряды. Из-за этого у нас начальник конвертерного цеха предложил свою помощь переехать в его руководство. С ним я был здесь. Принимал участие под моим... Я был в старшем ЦРС, поэтому мы тут. Хотелось бы добиться режима тишины, чтобы можно было спокойно покинуть завод. Я здесь нахожусь уже 56-е сутки. Еды мало, воды мало. Просто хочется выйти и увидеть своих родных, близких. Сделайте нам мирный коридор, чтобы можно было безопасно и спокойно вывести женщин, детей, стариков. Потому что долго мы так не пройдем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...